всем привет дорогие друзья а мы возвращаемся тотал вор вархаммер так и тут мы догнали такие добили племя рогатых которая нам порушила несколько застав кстати насколько я помню они были вторыми по силе и теперь они двадцать седьмые где расположены непонятно мой с этим вообще все воюют просто толпа с этими не воюют только еще наши наши деревья которая по силе кстати стала но только за деньги соглашаются по силе стало больше чем у всех других эльфов включая нас но мы сейчас остановим потери наймем себе элитных ребят и нормально будет все так ну собственно строить нечего все ходили давайте пропустим посмотрим что произойдет наших союзников гномов он там билигары развалили по моему скарсник с товарищем двумя стеками так волнение хаоса на севере как зверлюдом еще и норгланд хоть шлятся по моим землям бы забодали вот чё за фигня у нас не было никаких договоров они шляются им норм приду вырежу дождетесь да скарсник особо без потерь даже похоже судя по силе армии размотал билигара про непонятно что там делал вообще стирланда там как бы ни одна провинция осталась на нету наверхаем еще и нормально так но это все дело такое мы будем заселять заселять-то дорого когда мы никого не грабили ладно тут хотя бы все дешево потом почему стали с вашей территории прибегают зверолюды топами просто толпами чего не следите ну мы сейчас пока все позаселяем по эвэвэ это не к нам хотя бы к союзникам скарсник друг у тех к тебе скарсник прыгнул может его того этого вы-то вроде воюете куда-то пошел ага вот через стали я хотела каркасом мой быстренько подобрать так кто в налете вы на моей территории в налете теле я вы чё с дуба рухнули вы в своем уме я так смотрю с нами кто-то решил поссориться опыт для новых отрядов садников мы будем садников брать хотя куда лучников уменьшить что ли ладно я просто на урон всем или или нет давайте там где что-то есть строить все таки интересные здания необычные как дела там устали и теле и где они стали сила двадцатая у теле и десятая у меня 42 после заселения стали послабее будет вас тон разрушили так ладно давайте-ка тропками прыгнем к себе восстановимся перенаймемся тут так а вот это в разведочку пошлем что тут у каркасона интересно у меня посмотреть вау вау у меня уж показалось три армии две так ну это так ох какое разнообразие ну хоть лучники есть и конечно трындец как с ними воевать эльфом то вот против них опять танцоров распускай нанимай кавалерию одну ой кавалерию копейщиков тут ничего пока можно стилей пойти поссориться ой со стали и просто знает в чем дело то что это столько думаю если воевать с бретонией с разными княжествами то надо иметь что у них вот такие войска а вот у пограничников и стали и телеи у них пехота больше лучники и много мортир там другие нужны отряды вот в чем дело при всем вроде бы небольшом выборе войск в вархаммере тоже так не слабо по кавалерии при все небольшом выборе войск в вархаммере против каждого противника буквально надо подбирать свою армию кто-то бронированный кто-то не бронированный кто-то быстрый у кого-то кавалерия у кого-то артиллерия у кого-то все по-своему собирают армии всех разные бонусы плюсы минусы от всех надо подстраиваться куда всех понесло не пойму так вон опрется еще клинок огра скверну за клинок огра вы чё так отлично а да на мои земли уже зашел так 2 мало мне тут надо 3 да да 3 и янтарь и тут новые стадо прется и сейчас разрушит мне паровон какой-то капец иди ты-ка навстречу хотя бы а ты вообще нормально себя ощущаешь тут грабить-то стоять это тоже меня несколько поражает местных политиках прийти на чужую территорию встать там в налет это не считается враждебным действием нет они просто денежку забирают это даже не повод для войны так мелкие недоразумения так давай-ка на поляну даже не дошел и посмотрим по найму мне нужно две кавалерии эти конечно опытные уже кстати а чё там не построилась еще на бонус так кавалерии где еще два хода два хода у меня нету там еще одно стадо прется копеечков распускать нельзя они против зверолюдей и против людской кавалерии нужны танцоры тоже вроде бы нужны но нужно ли их столько может парочку отряда поставить один распустить и так с учетом героя у меня сейчас одно вакантное место как раз таки одну кавалерию берем и мы полные и тем образом распускание танцоров ничего не даст нам нужно или других танцоров брать что думаю будем ли мы два хода ждать на плюс один опыта кавалерии в квинели как то долго этого ждать так и дикие всадники со щитами мне нужны давайте двух наймем а этих потом разгоним когда герои будет нужно присоединить а пока пусть будут вот и можно например совместить этих и перенанять чтобы быстрее восстановить не устанавливались но нужно ли про лучников еще я думал думал вот эти с ядом насколько эти с ядом проигрывают вот этим не насколько не вы не проигрывают выигрывают во многом ну раунд выстрелов побольше вот у этих там у разведчиков парочку стражи я думаю может заменить на чащобных будет два и два путь флангов обходить а четыре отряда хватит чтобы линию держать в принципе тогда мне нужно днять двух разведчиков давайте вот этих и вот этих ополним теперь вот этих и вот этих минус два отряда но мы не наймем всех за один ход в пехоте в пехоте в пехоте надо блин ну я люблю парочками надо либо третьего либо четвертого нанять либо одного уволить чтобы на фланг их выставлять не знаю как лучше ладно давайте пока пропустим все равно пока все равно сейчас нас тут разрушат опять надо с этим что-то делать можно вон у скарстника пойти пограбить поразрушать благо у него там горы к нему мало кто лезет вроде бы хотя за него когда я прохожу в компании кто только не лезет и зверолюди вполне себе тоже вот это стадо ну и что мы видим все больше минотавров уже шесть отрядов минотавров но теперь без кегоров слушай мне больно дорого я не получаю с тебя столько денег сколько я потрачу на восстановление поселения мне это не нравится новая фракция все мои союзнички поперлись бить вон тот затупивший отряд зверолюдов почему он затупил непонятно видимо все зверолюди просто затупили и стоят на месте ровно дуртху пришел их бить и как бы он еще и не получил от них это армия ну вот типовой состав какой мог бы быть деревяшки которые почти не убиваемые 80 брони ну те же гномы защиты 54 так и мало все в защиту и в броню и куча стрелков которые все собственно убивают плюс еще летающие но я не думаю что это было бы интересно смотреть давайте пробуем союзничков направить на этих ребят так тех которые воюют с ними а все уже воюют а все идите туда мне получается надо идти обратно и нанять еще одного разведчика где тут моя территория заканчивается ну что я все ходы потрачу ну ладно главное вот на соседнюю не выйти чтобы я мог нанять еще отряд вот у меня будет 4 стрелка вот таких партизанских 4 стража чтобы принимать врагов танцоры бить по флангам эти стрелки тоже будут бить по флангам вместе с героем эти держать линию убивать всяких минотавров кавалерия будет гонять по тылам ну вот эти вот наездники истребины у меня пока не пришей кобыли хвост но я их пока оставлю должен же быть у них какой то плюс фишка такая все таки летающие стреляющие ни у кого нет аналогов но я пока как то не вижу им какого то особенного применения но может быть пока так иди-ка и замедли вот этого друга только не умри я тебя прошу успех и уровень ну хотя бы так хотя бы так давай наверное увеличим размер твоей ауры на урон это хотя бы польза какая-то ощутимая а вот скорее перезарядки в лесу очень непонятно как работает и работает ли вообще может может надо английскую версию посмотреть игры может там как-то по-другому описано может локализация кривовато такое запросто может быть как выясняется минус один тем временем янтарь но это никого не парит я так понимаю потери восстанавливаются никто не разбегается общественном порядке может быть сказывается нет не сказывается только сферно и кстати я вот хорошо что посмотрел через два хода у нас тут восстание намечается а у нас нету стен чтобы его отбивать без героя то есть там нас идут грабить их надо бы кончить с другой стороны так ли надо их кончать если через два хода у нас тут с восстанием разобраться пока мне непонятно как эти заставы удерживать даже с постройками на гарнизон они явно не отобьются нашего союзника напали каркасон напал на кланангрунт что вы серьезно каркасон куча кавалерий напала на гномов ну а я их поддержу давайте будем значит биться с каркасоном телея напала на кланангрунт вы серьезно гномов решили убивать это что? простите а это телея которая меня ограбила напала на мою деревеньку на заставу ну пум 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 таким составом конечно ничего не сделаешь они нас ограбили зверолюды уничтожены и то хорошо мои союзники хоть тупить перестанут 29 золота от разграбления ты ради этого вот это сделал? серьезно? осклэнт с империей поссорился я смотрю что то у ребят так нет где мой герой у ребят что то с головой совсем плохо раз они решили что так можно поступать так ну ты тут телею поддержишь я надеюсь гномик я их вот здесь сейчас пойду резать фиг с ними со звер людьми тут у меня куча эльфов есть успех отлично а вот это хамство надо уничтожить вы совсем страх то потеряли такую дичь творить так ну что вот и новое развлечение грохаем каркасон по мере сил потом у нас это стадо и телея со стадом я надеюсь тут разберутся толпой и мы пойдем в гости к телеи по крайней мере можно побить их армии и сжечь им вот это поселение принципе неплохо будет тут просто гарнизон 16 и когда он топовые там 20 отрядов сейчас видимо еще нет там четыре мортиры в осаде представляете которые забрасывают прям под стены это какая-то жуткая имба чё тут на 200 ремонта ну давай раз уж я пришел март 4 мортира в обороне в осаде это просто капец они уничтожают они просто разрывают всю пехоту всех стрелков это фракция объявила вам войну артуа у нее даже уровень силы меньше он в своем вообще уме позвать ли союзников эти ребята черти где я не думаю что они опасные давайте не будем звать союзников а то кто-нибудь из них откажется и разорвется мой союз сразу так вот и герой прется так надо своему герою прокачивать убийство похоже там наваляли вроде бы с вера мордым я не увидел вас как я забыл про восстание я что-то уже так племя зазоборенных врагов уничтожено отлично как я забыл про восстание ты господи прыжок сюда и нападаем а если напасть догнать я прыгаю я этот ход здесь стою у них становится 16 14 отрядов я прыгаю куда-то сюда у них становится 20 отрядов они нападают они мне сейчас все порушат нафиг что-то у меня с вниманием стало не очень так героя можно оставить тут можно взять с собой оставить тут тормозить их или взять с собой чтобы поучаствовать в боях давайте возьмем ну чё за проблемы тут с наведением а блин максимум надо выгнать коняшек одних или выгнать не коняшек там куча эльфов будет коняшек ты присоединяйся а мы все вместе дружно прыгаем назад тут тут нет прохода что ли похоже нет да что-то я расслабился теряю концентрацию позвать союзников да для их звать ангрунду можно цель дать скарстник ведь куда-то ускакал в непонятном направлении еще куда-то уперся там и пропал у него тут гномы под боком которые сейчас пустые его поселения будут брать ну да ладно его проблемы нам нужно с мятежниками разобраться а сколько у нас 26 до избытка далековато с таким ростом-то надо что-то с порядком делать а то какой-то капец еще бы гномы не тупили и шли захватывать пустую гримхолд практически ну это ожидаемо это наглость уже да их 14 отрядов кто бы сомневался все больше войн мы не доходим потому что нам идти вокруг мы доходим только до города давайте у него и встанем в оборону у него сейчас будет 20 не последних ребят и он нападет у меня хоть и 20 но они побитые и восстановиться им не дадут но как бы нападает раньше чем происходит мой ход и раньше чем у них будет прибавка но тут у меня по 11 гарнизона еще которых не жалко ладно отобьемся там нас конечно сейчас порушат по захватывают ну ладно сейчас я тут закончу и потом туда вернусь гномы кстати гномы гномы разбейте-ка нет нету вот эту армию пока он вас не порушил да да стен нигде не построена кроме столицы счета почти как за гоблинов играть кругом враги никому нельзя верить на квинель напала эта толпа захватили зарок зила грабили чё там засаду стали басту не уничтожили технология на боеприпасы исследованы с доспехами пойдет цель завести главно утраченном засаду стал че утраченного чуть и непонятно ладно сами разбирайтесь это тут встал боится так и все 17 они 20 почему-то странно так ну из бесплатных у нас только вот это осталось дип отношения с бритонскими королевствами шанс уклонения при использовании корней мира успех вражеских героев тоже неплохо давайте возьмем винтаря все равно нет так вот у нас выбор нападаем или ждем пока они до нанимаются и сами нападут они восставшие они безбашенные поджидают неприятные ребята давайте нападем что тут пехотка лучники опасные раз два три четыре кавалерия три ударных два лучника ну такое давайте карту посмотрим я у тебя господи сплошной лес я очень не хочу тут сражаться давайте попробуем но если в общем сейчас я сыграю но если все пойдет фигово из должен сплошные деревья я больше не буду на этой карте играть будем проводить автобой но это капец как здесь можно играть лучниками же мрак согласитесь со мной напишите каком еще такие карты эльфийские по моему какая-то как бы это культурно сказать фигня сделали всего одну карту поселения две-три карты для боя и все сражайтесь мол что вообще край какой-то купил себе кавалерия лучников да хорошо у меня пехота сильнее значительно чем у них из-за прокачки ориона а так-то я не знаю чем тут делал них две ударных кавалере до 3 стрелка одни он копиметатели из них просто были лисо ходит сейчас тебе пригодится это один шевенький отряд не спрятался диких всадников ну капец же ничего ж не видно давайте я вот так включу где эта растительность на постоянку чтобы пробел не зажимать хотя бы вблизи издалека все еще лес ну во первых у них кавалерия значит центр танцоров этих на фланге копейщиков защиты от натиска стрелков сюда ориона сюда этого тоже сюда пусть бафает на урон этих лучников партизанский отряд особо партизаний тут негде давайте встанем так чтобы кавалерию встретить вы тоже будете перехватывать кавалерию ну как и вы у тебя даже можно подальше все что вы там идете нет где они вообще они стоят я напал я иди в это в это вот все ну это мрак нет независимо от исхода этой битвы я не буду биться вот вот на этой карте ну что это я мне же ничего не видно интерфейс главное отключился а листа все равно пропадает все добежали давайте еще раз пробежимся недалеко уже на этот раз скоро нас будут доставать никто не проявился значит не достают или не видит эти мы все замаскированы кроме летающих можно на разведку слетать но у них там лучников много ну че когда нас там заметят опа опа и мы подогнем почему мы не стреляем вот и мы начали стрелять чуть я не уверен что стрелять нам поможет вот кстати кавалерия врывается прямо так отлично вообще просто прекрасно кавычках конечно же нафиг не такое счастье давайте ка вам защиту включим наверное уже когда вы сцепитесь лучше включать ай тут усадники еще ну вот как мне отстреливать их кавалерию если мы в лесу что не выжимать и а а и и и и и Ну капец, блин, нет, все нафиг, автобой и все. Ну, нихрена же не видно. Что это за капец? Че-то где-то бегает, стреляет. Танцора, вы что, не можете лучников догнать? Ну, совсем нелеги. Тут на лучников уже заходят. Копейщики какие-то вшивые. Что происходит? Пофиг, что это копейщики, что у меня кавалерия. Давайте чардж их нафиг. Че еще делать? А вы вот этих, ближний бой. Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ты гонишься, молодец. Ты что делаешь? Дрят вырезаете. Ну давай, молодцы. На те вам защитки. Вы тоже тут. В ней страдаете. Погоняй-ка вон разведчиков. Почему нет? Ты где? Вы тоже здесь, как раз с этими дрятками. Давайте вот так, каркировочка. Ты где? Молодцы, догнали. Перегоняйтесь. Вот за этими. А, ладно, догоняйте всадников. А вот всадники, черджану, сейчас разведчиков. Неплохо. Так, это ты был. Ты где? Ты тут получаешь по морде. Без регистрации смс. От двух отрядов. Ты где? Ты тут. Тоже получаешь. Вы. Дуйте сюда. Вы почему в ближнем бою? Просто отстреливаетесь. Вы. Ну вас пока не атакуют. Вы и стоите. Все понятно. Так, вы тут кошмарите. Или не кошмарите. Непонятно. Кто кого кошмарит. Кавалерия чарджит копьеносцев. Но ничего не поделать. Где эти два бармута? Урона ноль. Они стреляют. Боезапаса нет почти. Урона ноль. Ну тогда, Орион. Давай-ка. Давай-ка. Вот сюда. Мы наколдуем стрел. Где у меня проблема? Вот у этого отряда. Вот сюда собак. А потом ты пойдешь бить морды дрядом. Ты тоже у нас вроде специалист по какому-то там оружию. Дуэлянт. Иди бить морду этом вручную, раз ты ничего не настреливаешь. Все, поехали. Нормально, эти справляются. Хоть получают. Ну все, все разбежались. Ну это и какой-то мрак. Чего вы терпите их? Чардж. Где моя кавалерия? Ну что, я не знаю. Хоть хорды! Атак! Хорды получают. Как ты говоришь. подождите хватит дергаться это же лорд да нет ни дряды вот этому иди ты видимо вообще кастаника на него запрет на движение чтобы мы его грохнули так этот ряд стоит он всех догнал красавчики кто-то хотя бы молодец еще догоняй кого-нибудь и кого-то гонят все но куда пропал отряд слизь деревьями что страх потеряли победили только потому что мои отряды лучше прокачены за счет генерала без этого мы выхватили бы только в путь и все из-за леса на поляне я бы их разбил вообще без напрягов ну че тут убили их лорда нет не убили как он своих раскидывает убил все оканчиваем бой нет все нафиг эту карту просто скипаем никаких боев ничего не понятно лучники не стреляют вот сколько у них убитых меньше десяти человек у всех десять максимум но что это копеечки больше нарубали нет кто придумал такую дурацкую карту зачем она по лору конечно лесные эльфы в лесу биться ну и что кто тут может что-то побиться ни игроку неудобно ни компу комп тоже не умеет ли никак лесом пользоваться что с загрузкой почему мы до сих пор стоим пошло вроде я не смотрел но мне казалось линия загрузки прошла и потом заново пошла что ли или она все это время стояла что звук пропадает это не то с игрой ну в принципе уже и серию пора заканчивать так что сейчас мы прервемся теле и разве что по объем не знаю но они то вроде вине вне досягаемости стояли надо стать так чтобы они нам втихаря и поселение бы не грохнули очень желательно акт 3000 денег это хорошо еще 1400 это тоже хорошо так 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 на тебе еще здоровья а тебе наверное надо на тайные убийства качаться уже колчан мы что-то не расстреливаем нифига нет таких боев как были в малой компании безбашенных по-хорошему надо бы их догнать и добить а то они себя еще наймут народу хотя вроде восстание кончилось так что не должны другой стороны и они не доходят да вот сколько они сейчас без режима стоят и они не доходят до моего города давайте добьем редколесье да опять ну в принципе я не собирался тут это играть вот кстати то же самое но в два раза меньше леса наверняка тут поприятнее было бы а мы как-нибудь в другой раз посмотрим так еще еще тыщенку денег нам пригодится то нам тут все рушат да захватывают только а вот еще ходов хватает вернуться отлично у тебя жаль не хватает ходов их тормознуть клан ангрут предлагаю не тупить хотя у вас там телея здесь вот прям стоит давайте-ка вы ее не теряете из виду лучше вот мы видим гарнизон вот 4 мортиры куча-куча пехоты пистольеры тоже немало сколько раз два три четыре пять шесть шесть отрядов пистольеров четыре мортиры и немножко пехоты с иммуном к натиску всякому эти гады просто уничтожают на своих стенах и под стенами их надо штурмовать так быстро как только возможно со всех сторон сразу я не уверен что моим эльфам это под силу посмотрим ладно давайте наверное пропустим ход и закончим серию на этом этот наверняка куда-нибудь убежит не мимо нас надо будет его ловить героям так телея вот этот из засады вылез и напинал гномам в легкую тут армия спряталась прямо за ракзил ну чё за мрак наружно засады скальцника леонардо катраццам ну что за войска каких-то горняков понанимали стал что мы не доходим да кто бы сомневался кто бы в этом сомневался но сил у нас достаточно чтобы с ними подраться я думаю хотя вон там целый стек бегает кавалерии как бы на них вместе не напороться надо будет восстановить войска еще пара вон мой отобрал себе союзничек ну ладно пусть пока мне что-то не до того стало надо тут навести порядок ладно следующую серию начнем с того что героем попробуем тормознуть этих ребят и потом догнать войсками надо разведать где там Каркасон в общем будем вырезать Бретонию хотя теле это пограничники людей будем резать людей все надоели всех буду резать и наверное этих тоже че они тут приперлись как к себе домой взял такой прибрал как бы все нормально а у вас что вообще нет замка с большим гарнизоном вот нет 8 гарнизон это столица их тут 13 только ну вам же хуже всех вырежу просто надоели все эти людишки вот спасибо что смотрели подписывайтесь на канал своеобразное прохождение за эльфов своеобразное больше наверное из-за стартовой позиции вот этих лесных карт так-то где-нибудь на полянах лучниками было бы веселее играть ну да ладно я думаю привыкнем разберемся все будет хорошо спасибо за просмотры всем удачи всем пока пока я что-то пока боится